Вельми таки хвалючий для меня момент, уличный то, что я живу и працую, и занимаюсь правооборонной работой в регионе, в Гомеле. Тут правооборонца Леонид Судаленко коментует отрывание им у Снежни 2019 года в Минскую премию правооборонца года. Судаленко по буквам, правильно? Моя учительница в начальной школе мою фамилию называла Судаленко. А это криминальный суд над Леонидом у Гомеле, який распачался у вересни 2021 года и на момент створения этого подкасту протягивается. 23 вересня, когда я выпускаю этот подкаст, Леонид День на Родину. Ему исполняется 55 годов. Дата рождения ваша, пожалуйста, назовите. Не изменилось. Вы ее назовите, пожалуйста. 23.09.66 Правооборонцы весны, адвокат, дармаеда, установщик, позворотах у ФПЧАН, спикер на правооборончих школах и человек, что вырос свои огурки. Чем займаусе и яким был Леонид Леонидыч, политзневоленный правооборонцем, яков цепер судзец? Про это сегодняшний наш выпуск подкаста. Меня зовут Катя Рына и это правооборончий подкаст весна априде. Леонид Судаленко с Гомеля. Там он и займаусе своей деятельностью у офисе на улице Палеской. И про это вспоминает его давнишний сябр Андрей Стрижак, правооборонцы и соосновальник компании «Байхэлоп» и фонда солидарности «Байсоло». Двухповерховый будынок, приватный, а малюсамым центры Гомеля. На першым, по версии, одразу, калі заходзеш, з левого боку стоял стол, за яким сядзеў Леонид. Великое помешканне, у яким люди заходзеле, чакале, рассказывале там неякі свои історы. На другим, по версии, сядзеле наші колеги, але мы з большага булі внизе. Блежэй да землі, блежэй да людзей, скажем так. И таму усе, хто заходзеле, першу чергу траплялі на Леонида. Ось, і он був такім своясаблівым фільтрам людзких меркаванню, людзких, не веду, неякіх памкненню, гора і всього остатніга. Ось, калі мы бачылі, што гэта справа чалавека, яна датычная да правсаюзу альбо да правоабароны, то людзе заставаліся унизі і розмавлялі. Калі там булі неякі палітичныі пытані, то правлялі наверх, бо там містілася, і зараз містіцца філія об'єднанной грамадзянской парті. І з'яжжаласся з усею Гомельськай області? Канішця, і не толькі. Після того, як ми пачалі працюваць з питаннямі примусової екстрадиції людзей, після того, як ми пачалі працюваць з питаннямі працівного права на республіканськім узровні, на національному узровні, то приїжджалі людзі з Бабруйська, наприклад, з інших городов. Больша консультація була дистанційна, дистанційна вугулі по всій Білорусі. Людзі пісалі, таліфанувалі. А фізична праїжджалі, звичайно, канішні, звобічно. Як ми бачам, профіль працю у Леоніда досыць шырокі, і пра гэта ми будзім паступова розповідаць. А зараз яшчай кріку пра людзей, які зверталіся до Леоніда. Шмат було такіх спраў, дзе ты праста бачаў, наколькі ёсць розніца, па між тым, як живуць людзі ў райцентрах, ці там ў вёсцы, і нават ў гоміле. Бо адна з тых штук, якая зараз ўменяецца Леоніду як адвіновачвання, гэта то, што ян да памог людзям сабраць машыну дроў на зіму, каб атапіцца. Гэта каже про той, наколькі бецтвэнае становіше людзей ў регіонах. Розна гашмат було, бувалі такі штукі, што людзі праўзжалі, привоззіли нікі ласункі невеличкі якості падзякі за тое, што мы робім. Яйкі нікі домашні, ну такое було. Яблыкі, ці штось ці такое, каву, банку каву привезуць, пачак папіеры, ці штось ці такое. Так што ў прынцапі гэта, калі Леонід называў сабе адвакатам туніаццаў, і он таким і был. В 2017 гадзе реально просто праўходзіли людзі такі, які, не веду, нечаста вогулі ў горад выбираюцца. І прамавлялі пра сваі беды, і пра то, што не разумеець, наву што влада ў пачыла так працискать і заставляць гэтае грушы платіць. Так што ён вельмі шмат працываў і працюе, не буду казаць пра ёго ў минулым часі, бо гэта ўсё часова, всі гэтае заключэні. І он працюе с працюе с прастыми людзіми. І сам чалавек, які выходзіць звізки, он вельмі добры разумеець, про што ходзіць, про то, як я наживуць. Тому знаходзіць добра ўльную гутарку зимі, і это конешні плюс. Где вы родились в населённых пунктах? В анкетных данных вся эта информация имеется. Суд при установлении анкетных данных в судебном заседании должен выяснить это? Я полагаю, ты не на што не влияй. Ляля, Ляля Лялядович, назовите, пожалуйста, место вашего родственника. Деревня Бобовича, Кристианск-Кольцово. Населённый пункт. Агрогородок. Леонид Судаленка, абаронца Дармаедаў. Памятайся гэта декрет ў 2017 годзі аб соціальнам іждзіяннічастві. Дзе людзей, што не працуюць, абавязалі платіць падатак. Потым декрет крыху змінілі, і не працуючым пачалі налічываць коммуналку па павышаных тарыфах. А людзі шлі да Леонида за допамогай. Сяратых была і Марія Тарасенка. Прагэтам не распавядаў сам Леонид. Вось наша розмова, записанная летом 2019 года. Ну, на прикладу, гомілі, домашню госпадыню Марею Тарасенка, да, влада занесла ў гэты списы, налічила за падагрев гарачай воды ў 5,5 раз. Выше, чым ранее яна гэта робіла. І, канешне, Марія Тарасенка, калі яна звернулася ў наш правсоюз па допамогу, мы паішлі ў суд со скаргаю аб тым, што гэтыя палажэнны декрету фактична прымушаюць ё до працы, таму што яна выбрала для сябе такі стыль жыцця. Яна дома госпадыня, муж працуе, і їм хапаэт і грошы, каб утрымліваць свою сім'ю. Марія Тарасенка ў гэтай скарзі заявіла не тільки аб тым, што декрет прымушаюць до працы. Відомо, што право працаваць ў нас выцякае із Конституции, да, гэта не бавязыка, а права, да, чылэк може працаваць, а може і не працаваць. А лешчэйна пастаяла пытаўння аб тым ў свыць карзі разам з нами, што гэты декрет, і ён умешваецца ў асабіста жыццё конкретной сім'ї, таму што людзі прынят для сябе рэшэння, мужы жонка, як яны будуть жыцць сумес. Ён працюе і на вядзе домашню адспадарку. І праходзіць чиновнік з декретом прэзэдэнта, ці чиновнік з гэта дармаецкай комісіі, да і кажа, не, вы так не будзіць жыць, вы будзіць жыць так, як я вам скажу, таму што ўе з декрет прэзэдэнта. Марэя Тарасянка стала памочницей Леонида, а цапер ёё суззець разам з гэм. Тарасянку Марія Фёдоровна. Тарасянка. Ударенье на них. Правда, Марэя Тарасянка не палецневоліна, бо ёна не падварты, а Леонид утрімліваецца ўсі за номер три. Разам з гэм судзіць яшчэ одну ёго помошницю, Татьяну Ласіцу, і она таксамы за кратамі. Ласіца, Татьяна, Леонидовна. Заразу по фаміне А, да? Ласіца? Да. А деянасть Леонида стала відомой пазамежами Беларусі. Наприклад, шведський правооборонцем Арцин Угла з організацією Остгрупан, веде, що такоє туніядець. Туніядець, да, але Леонид, як ми веде, це адвокат, скажімо, туніядець, і завсёды цякою енергію працаваў за іншіх людзей. Леонид Судалянка обараняў і правы працованых праз РЭП. РЭП – гэта незалежныя профсаюзі радиоэлектронныя прамысловасці. Про аднос гісторыў такоя абароны распоядае правооборонцца весны со Светлагорску, што ў Гомельскай в області Алена Маслюкова. Той, што я пабачила ў судзіў у Светлагорску, кале ён абараняў чалавека незаконна зволяннага з працы, ну, это просто было феерычна. Наколькі людзі, які сідзілі ў зале, просто гатовые былі ему аплодзіраваць пряма падчас працэсу. І наколькі судзя была разгубленная і мушанная была признаць, што так, чалавека незаконна звольнілі. Яго аднавілі на працы, праўда, ненадолга, ўсяго там на тыдзінці, на пару тыдзінці, а потым звольнілі, ну, ўжо звольнілі, законна, разумееці, так? Той, навак пры теперашній сістэмі, якой трэба быць глыбай юридычной, каб прытіснуць і прамусіць признаць памылку і аднавіць чалавека на працы. І пасля таго, як Леоніда Леонідовіча ўжо гарэштавалі, і зтрамалі, гэта чалавек вельмі-вельмі перажывал і гатавы был аказываць дапамогу сям'ї, і ось завсюды пытаецца, як там ў сям'єтбываецца, як сам Леонід Леонідовіч, тому, што ён з вельмі велікім пьететам да ёго ставецца. І, в принципі, я так сама. Вельмі яго паважаю, і як чалавека, і як прафісіанала. Чалавека, якого Леоніда броняў у гэтам судзе, звольнили за то, што ў одну зніцелі кастрічніка 20-го года його затрымалі милиціянта, і змістілі ў ИЧУ. То есть там вообще со всеми нарушениями не увольняли. Наверное, я на предприятии отработал, ну, 9,5 лет я отработал на этом предприятии, Силовський ЦКК, і на момент увольнения я был ведущим інженером по автоматизации. То есть у мене ни одного не було ни взысканий за все время работы. Профсоюз мне вообще никак не помог, вони даже і не пытались. Ну, а вы имеєте ввідо рабочий профсоюз, государственный, который не независимый? Да-да-да, все правильно. Это зависимый, зависимый профсоюз. Я ж только платил взносы, и, как бы, члену профсоюзу был, и меня тут увольняют, и вы бездействуете. Пока я платил, ну, то есть я был полезен, а сейчас вообще уволили с вашого согласия, и, как бы... Ну, я потом обратился, мне подсказали в правозащитный центр через представителя Светлогорска, представителя Весны. Меня познакомили с Судаленко Леонидом Леонидовичем. А он, ознакомившись, решил оказаться действием. Там, как он сказал, что это дело вообще, как бы, выигрышно. Там со всеми нарушениями было. Ну, вот уже в конце Леонид Леонидович сказал, что, ну, сам понимаешь, что это дело имеет политический подтекст, поэтому тут нечего удивляться. Как вам Леонид как человек, каким вы его запомнили? У которого существует совесть. И у него есть принципы. Ну, то есть, он не из тех, кто с корыстных побуждений, что-то... Ну, таких людей просто слишком мало. Если бы побольше таких людей, мы бы совсем по другому, в другой стране жили. Это просто пример подражания чести и достоинства, я бы сказал так. Тем более, в нашей стране каждый понимает, что такое быть правозащитником или ставить права других, или за кого-то заступиться. Я, первое, попрошу громче говорить, я ничего не слышу. Суд говорит так, как имеет право. Вы, пожалуйста, повторяйте. Прошу обеспечить введение судебного разбирательства. Леонид Леонидович, пожалуйста, назовите свою фамилию и дочь. Если будут какие-то ходатайства, пожалуйста, вы их заявите в установленном порядке, пока ваши данные устанавливаются. Моя фамилия Судаленко Леонид Леонидович, все другие данные анкетные, имеющиеся в материалах дела, у меня не изменились. Суды в Беларуси не независимые. Суды – это проявы нашей державы, репрессивные, недемократичные. И суд над Леонидом Судаленком, Татьяной Ласицей и Мария Тарасенко после запытывания всех этих анкетных данных, взробили попросту закрытым. И что там отбывается, неведомо. Можно только уявлять, как судья, его зовут Сергей Соловский, допытывая Леонида своим вот этим, вот голосом. Где вы проживаете, Леонид Леонидович? Сейчас проживаю в СИЗО-3, на улице Крыжная, где на последние 240 дней я проживаю по этому адресу. Леонид Леонидович, а до заключения под стражу, где вы проживаете? В городе Гомель. И для меня было досыць, ну, незавычайно, что ли, для гражданки Беларуси, пачусь приклад голоса демократичной державы. На упросту литовскими сейами, где проходила пресс-конференция с парламентариями, я подошла со своим дектофоном до депутатки Лаймы Андрекене. Яна хросная Леонидова, символичная хросная. Это такая компания солидарности с политвязнями Беларуси под хостегом «We stand by you», когда евро-депутаты становятся хросными для кого-нибудь политвязня и опекуются им. Я Лайма Андрекене, член Сейма Литвы, вице-председатель комитета по европейским делам и также вице-президент парламентской ассамблеи Совета Европы. И пресс-конференция Леонида Судаленко. Да, по-моему, я решила, что я хочу взять, не знаю, как по-русски сказать... Шефство. Как? Шефство. Шефство. По этому делу Леонид Судаленко, он известный правозащитник, и это отец четырех сыновей, и он должен быть на свободе, потому что те обвинения, которые были выдвинуты против него, это фейк. И осуждать человека или держать в тюрьме за то, что он выполняет свою работу. Он как правозащитник, и как правозащитник, и как правозащитник, и как правозащитник, и юрист, помогает своим соотечественникам написать письмо, грамотно, направленный комитет по правам человеку, United Nations. Он ООН. ООН. И если бы я жила в Белоруссии, и кто-то меня попросил, я могла бы это сделать, я без сомнения делала это, и за это меня бы посадили, наверное. В нормальной стране, в демократии вообще не помещаются никакие ворота. И поэтому я говорила на пресс-конференции о том, что все политзаключенные, те, которые признаны политзаключенными в Белоруссии, теперь они должны быть на свободе. Лайма узгадала про справы КПЧ ААН. Это еще одна великая частка деяности Леонида, где он был с управленным стомощником. И про это мы сейчас расскажем. Сначала скажем, но вот что нужно, это извороты у КПЧ ААН. Теперь два спытания. Те вас, ваших близких, а знаемых, а калисто судили, там, по артыкуля 23-34, 24-24, ну, коротилось по гэтым. Ну и что, нашли справедливость у судья першой инстанции? И те спрабывали, вы далі абскарджувать у судья другой инстанции гэтэй рэшэнне? Так сама не нашли справедливости. А что ж робить? Пакрылджанному человеку, чые правы парушаны, а держава ягого не обранила. Можно исти далей у международной инстанции. И сирот их – Камитет по правах чалавека ААН. Назвы-звороты там за все дыг учыць, як який-небудь чалавек супраць державы. Напрыклад, Алесь Бураков супраць Беларуси. Гэтэ реальны кейс. Журналісту Алесю Буракову в 2014 годзе далі штраф у 500 евро за супрацю с немецким выданніем Deutsche Welle. Далі журналіст прайшоў у сей инстанции абскарджування, і ў 2015 годзе з допамогай Леонида Судаленкі падаў индэвідуальны зварот у КПЧАН. Вабачаўся за то, што тут сапсаваны гук ў размове з Алесьюм, спадзюсі не сильно будзе вам заминаць. У гэтэм годзе здаецца спавняцца ўже гаду в 18, як Леонида Судаленка займаецца выць гэтэмі скаргамі ў Камитет по правах чалавека ААН. Фактычна, каліп не ён, то КПЧАН просто прайшло б мима Беларусу. Так атрымліваецца, што каліп не Судаленка, то столькі скаргавы не было падаціны у ААН, і ніхто б не ведаў, што, ну, на міравоўе, як бы, аране, што Беларусь такаў репресіўна, пра што свечаць колькаць ці... Так, атрымлівацца, ось, ось 2012 гаду КПЧАН реально пачаў звертацца, ну, датэмай Беларусі. Я ліцу, што ўа всім свете нема такога іншага чалавека, які такую б колькаць справ падріхтаваў і правёв ў Камітеті ААН по правах чалавека. А гэта слове Олега Агеева, намясніка старшыні Беларуская асоціаціяў журналістов, і Леонід, дарэчі, дадаго ж, был і юрыстам баш Пахомільскай області. І чым далей я слухаю пра ёго особу, тым больш мене ззявляе, наколькі Леонід працавіта. Цэ пэру ў Беларусі адбуваецца зачыстка грамадзянскіх арганізацій, іх ліквідуўць. А ў 2003 годзі бала таксама хваля ліквідація, і тады палітолог Юры Чаласаў і пазнаёмымся з Леонідем. Тады ўжо Леонід пачал працаваць з Камітетом ААН по правах чалавека, була пададзіна ескарга ў Камітета ААН по правах чалавека, і рашэння аб незаконнасті, неадповеднасті міжнародным стандартам по правах чалавека, як ліквідація грамадзянскіх іниціатыву, іта було адно з першых рашэнняў Камітета ААН по правах чалавека, датычна свабоды асоціацію. Іно мела такі працэцэндэнтны характар, шмату якіх міжнародных документах, міжнародных аглядах узгадываецца мінавіта справа Крніенка і іншыя супрайт Рэспубліки Беларусь. І гэта был толькі пачатак працы Леоніда ў дачынені да выкарыстані Камітета ААН по правах чалавека, лады вельмі нырвова ставіліся да выкарыстані падобных механізмов. Я ўспрымаўась тое, што зараз адбываецца суд над Леонідом Судалінка па абвіновачыню непасрэдна правооборончай дзейнаці, дзейнаці датычна ягонай як прафісіўнава правооборонцы. Іта такая сваеасабліва адзнака прафісіоналізму і значнаці той працы, якую Леонід рабіл мінавіта на рэгіональным узровні ў Беларусі. Лада, яна просто не можа прапустіць такуў махчымыць пакараць чалавека, які так довга допікав ёе. Бо гэты стратэгічныя справа, які шлі прас КПЧ, яны так назалялі у ладзе, што яны не могуць яму зараз не всуныць шпільку і адпамстіць. Я не знаком с томом 79. Прошу даць вазможнаць мене знакоміцца с томом 79. У кримінальній справі супрац Леонида Судаленкіна збралася 79 дамоў. Гэта справа політична мотивованае, так заявляє беларускай правооборонча ўсупольнасць. Сам Леонід Судаленка так сама жыцявляў мониторных за судовымі процэсамі. Про свою апошнію сустрэчу с Леонідом розповідає Дмитрий Чарнух з беларуского хельсинського комитета. Мы встречались накануне его задержання, встречались онлайн, обсуждали мониторинг процесса над несовершеннолетним Нікитой Золотарёвым. У вас тоже бука лістецкая статья. Да, да, да. И он собирался участвовать в наблюдении за этим процессом и обсуждали, на что обращать внимание. Ну, Леонид, в принципе, имеет большой опыт в наблюдении за судебными процессами, и его участие в этом процессе было очень важным, потому что он мог увидеть те детали, которые не мог увидеть обычный волонтёр-наблюдатель. То есть его опыт, конечно, пригодился бы в мониторинге этого процесса. Скажите, пожалуйста, с какого времени вы задержаны и задержателек поставили? 18 января я был произволенно задержан по пути на работу. То есть с 18.01.2021. Понятно. А ещё Леонид Судоленко делился своими ведами у межих адвокацийных мероприемствов ада белорусской правообороншей школы. Старая Рублевская допомагала их организовывать и вспоминаю про первое знакомство с Леонидом. Поглубленный курс, и я чую, я вздымаюсь просто по лесу, и я чую такий родный гомельский акцент, как у моего дядули. И я вось просто памятую той момент, у меня просто, як трошки на вот коленке подкосились, потому что гэта до такой ступени просто стеродная и праблизкая. И уже потом я побачила Леонида Леонидыча, який абсолютно кайфавау от того, что он робец, от того, что он расповедае молодым правооборонцам про, можно сказать, справу своего життя. И при гэтым у яго не было ниякага ставлення, не быта он высшей за их, что он высшей за нас у сих, потому что он там написал, что гэтых скаргов кэпыче, он вельми падрабязно, он вельми деликатно расповедаў про гэта, отказываў на пытаў, и ну вось так согреваў, мне здаеца, все объемно. Як он коммуніковаў, складывала уражаўне, что он просто нас у сих обдымаў своўми ручыщамў такўе вельми теплые обдымки. Вось. Много изобразяў Леонида гомельску гаворку якуў? Не ведуў, у меня такого немаў, я занадта мало прожила на гомельщине. Не, тут патрэбны не жалкая порода, а непарагональна оригинал. Леонид Леонидаў, шкаў ласка, выхоў цех учеў. И вось, конечно, тое, что заважали мою степлоў працу, яку я иду тягам двух оплошных десяти годзеў, да, для мене гэта такоў аванс, ешэ наперед, кабіче, ешэ больш силові намаганў упракладываць дзеле на обароны правоў чалавека. А крыме Беларускай прэміў правоабаронца года 2019, на готранеў Судалянка трымаў французскую прэміў «Свобода, ровна збратырства». Гэта высэйшая прэміў французской республіки за обарону правоў чалавека. Лёня ён такі чалавек, які даволі адрозніваецца ад публічнага ёгонага імеджа, такога сурьознага правоабаронца, які паслядоўна па праве, па всякіх такіх історіях прамавляе. Ён ў жыці, ў пабыці ён вельмі адкрытый чалавек, з якім вельмі добра паразмавляць прарозны речі кшталту, не ведуе выросўання гуркоў, збору бульбы, як леп шкалоць дровы. Канешні, ў Фейсбуку гэта бачна, і ўн пра сібе завсё допісаў шмат пра тое, як ў звучайном жыці ёго веде. Ось, але хацелась бы расказаць таку прікольную штуку. Мене дзінь народзіна ў 23-га чалвеня, і некалькі год запар Лёня робіў маласольны агуркі. Менавіто падмай дзінь народзіна ўго был такі стандартны падарунак мне. Такая банка агуркоў, літровая, класных маласольных з Бабовічаў, з таго пасёлкаў, якім ўго летішча. Ось, ідзі ўн там некі мая пасадкі. Не ведаю, каму які падарункі ад ёго польш падабаліся, але нам ў баш ён шмат разоў прывоззі ў рыбы, які сам вялў, сам лавіў на вудух. І вось такі пачастунак ад Судаленкі гэта навас невеличкі мем был ў у Мінскім офісі Базу, калі ёго рыбы с некай аказі траплялі да нас ў Мінскім. А ёшо ўспамнім, што ў Леонида чатыр ў сыны ём. Саратікіх та сам рэш так сама ёсі Леонид. І я ведаю, як ён шыра любіць сваіх сынову, якія, якое ставлення да гэтых хлопсоў, і як ён гэнарыцца іх паспіхамі спартовымі, паспіхамі ў жыдзі. Судален козавас Леонид Леонидовіч і ёго сын так сама Леонид Леонидович. Так, і Леонид Саратікіх так сама ёсі. Там ёдзі в ся рэдзіні. А то с чым ці звязана імя Леонид? Не дума ці? Ён распігадав, а лі зараз я не узгадаю, шо с чым гэта звязана, мне здаецца некай така фэмэлі традишн. Я хачу сказ, шо ён вельмі адказна ставяцца да сябе і да сваіх сынов. Ну і пра гэтым табарта значы, што ён ў свой час был юристам, калі я не памыляюся, альбо белтрангаза, альбо некай нефтанавтавай кампаніць. Але ён цей шоў, шо называецца, схлэбныя працы, і пайшоўось па гэтым шляху правообарона. І ўвыніку, канешня, абсалютава незаслужамо зараз находзіць ў турме, шо ўрста гэта ганьба для Республики Беларусь. Ваше гражданство? Я радзоўся у Республики Беларусь, Беларусь по рожденню. Я спрашиваю не национальнасть, а ваша гражданство? Беларусь. То ес, вы гражданин Республики Беларусь, да? Ваше гражданство? Я хочу сказав, шо ён проживаўте, леонарусь по рожденню. Двадцать третьего сентября у Леонида будет День Рождения. Що бы вы хотели пожелать Леониду, как если бы он услышал вас, сказать ему что-нибудь? Я желаю, во-первых, что бы он был свободным физически, потому что в душе он свободный человек. Я могу это судить по делам, которые он делал. Я желаю ему свободы. Я желаю, что бы в семье было счастье. Я желаю, что бы его сыновья выросли такими, как он. Я пропонила запис, и Лайма тогда сказала, что вельме складано передавать счтости для человека, яке знаходяцца у турме. И я ему желаю счастья в семье. Я желаю, что бы его сыновья, младшему, по моей информации, всего одиннадцать лет, что бы они выросли такими, как он. Я хотел бы, корыстаючайся макчымасцю повеншаваць с надоходящими народзенами Леонида. Разумеешь, что хоть за все той подарунок, який суд подрыхтавал для него, будет не надто приемным, но нужно все, какое оно есть. Безумовно то, что правооборонцы сидят за кратами за правооборонную деятельность, это недопущально, и этому не должно быть место в современном городе. Знаешь, я уверен, что Леонид, как профессионал у правооборонной сферы, у сферы мониторинга права у человека, сделает, так бы говорить, мониторинг тех мест, которые его сейчас накируют. И это не мне дали 15 суток, это вам дали 15 суток. Я уверен, что те известки, которые Леонид отрымая относно с пенитенциальной системы, на жаль, шмат правооборонзу зараз отрымливают эти известки, это уже не жертвовливое питание. Але становишься пенитенциальной системы, может стать новым предметом деятельности Леонида, как профессионал беларуского правооборонца. Я уверен, что это скрыстая. Могу рассказать, что одна з мара у Леонида у новой вольной Беларуси попарцаваць адвакатам. Ему вельми падабаецца парцаваць в судах. И я спадзюся, что это на сам рач адбутецца, хотя я так внутри себе разумею, что потенциал Леонида уже, конечно, больше высокий, чем адвакатский. Так что спадзюся, як мага худшей пабачыць на воле, и попарцаваць разом, бо уже чесно скажу, что сумаваусе. На этом все. Спадзюся, что в этой выпуске подкаста допомога вам доведацца больше про Леонида Леонидовича Судаленко. Буду удячна за распаусют и репост. А еще вы можете написать Леониду лист. Пакуль Леонид, как он сам выразился, живе у сезан номер 3, что у гомеля на улице Книжная 1А. И так само закликаю вас поддерживать кампанию солидарности со зневоленными госновцами и на прогнозе под хэштегом фривясна. А с вами была Катярина Пакули. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок А отримливаться апошні огурки, которые Леонид вам подарил, были в 20-м годе? Так. Это был в 20-м годе. Это был в 20-м год. Продолжение следует...